Продолжение следует... Для этого я воспользуюсь новым тюнботом. Прежде всего, хочу сказать вообще о тюнботе, что это такое. Это прибор для настройки барабанов, который, собственно, позволяет вам максимально точно настроить вашу установку в соответствии с вашими вкусами, ну и со всем таким прочим. Это предыдущая версия тюнбота, точнее, она не то чтобы предыдущая, она, скажем так, основная. Вот, здесь больше кнопок, как вы видите, но совершенно такой же дисплей. Здесь кнопки всего две, причем одна из них это включить-выключить. Прямо сейчас в режиме, собственно, нон-стоп я вам покажу, как настраивать барабаны с помощью тюнбота. Прежде всего, уроним его, потом закрепим. У нас есть два барабанных ключа, разумеется, да, прекрасно, палочка ProMark, пластики Evans G20, которые мои любимые пара, я думаю, как вытащили, замечательно. Вот, а также у нас есть смартфон. У нас есть смартфон, на котором установлено специальное приложение, где я уже, вот видите, с помощью так называемого тюнбот-калькулятора высчитал необходимый мне сетап. 12, 14, 16 тома, резонанс не самый большой, да, верхний пластик натянут сильнее, нажимаем калькулятор, пожалуйста, получаем необходимые значения. Вот, сразу же все интервалы выстроены, все, что нужно, построено. Угу, поэтому именно по этим значениям я сейчас и буду строить. Значением для настройки, которое нам необходимо, это 175 Гц для топ-лага 12-ти дюймового тома. Сейчас мы его и, собственно, отстроим. 80, да, это очень мало. Далее, что мы делаем? Берем два барабанных ключа и одновременно по четверть оборота подтягиваем. Все, вот, чтобы максимально ровно поменять значение вот, 148, уже нормально. 134, здесь еще 132, 138, 133. Так, вот эти пластик, вот эти ганты у нас натянуты слабее всего. Подтягиваем их сильнее, ровно и одинаково. Угу, 144, 143, да, 143, 154, но это я не туда сейчас ударил. Так, нам нужно 175, подтягиваем еще сильно, здесь еще немножечко, и тут еще чуть-чуть. Можно, конечно, осуществлять это одним плечом, но я не хочу так делать. Так, вот, а здесь мы уже переборщили. Так, 175, здесь не переборщили. 179 перебор, барабана Гран-кратт у нас здесь пленала. Ну, хорошо, давайте, устроим дальше. 15 раз, 5. 181, наслабляем. 187, еще раз. 176, еще, 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 отлично. Теперь мы с 185 этот лак, этот 174, добиваем еще немного. 186, чуть ослабляем. Еще чуть-чуть. А, хорошо, а здесь все очень хорошо. 175, этот пластик настроен. Переворачиваем. Так, вот сюда не смотрим. Да, Юля, прости меня. Да. Так, 230, 250 вольтс. Тут уже по умолчанию у нас, значит, патент вышел. Что мы делаем? Берем и точно так же двумя включаем, спускаем его ниже указанного значения конкретно, потому что нельзя настраивать вниз. Нужно сначала спустить барабан, после чего настраивать его вверх. Так значения будут более точные. 188, отлично. Вам нужно 230. Соответственно, слишком большая разница в герцах. Если она превышает как-то 20 герц, то лучше подстроить весь пластик целиком, подтянуть его. Слушаем. 199, нормально. Хотя нет, еще не совсем. Еще буквально на 1,8 оборота подкручиваем все эти ампель. Ну, 206, 206. Ну, а давайте-ка еще немножечко подтянем вот так вот. Будет хорошо. Хорошо, мы оторвемся внизу. Будет веселей. Так, 221. 221. Отлично, как хорошо. Тут все идет. 224, 229. Слушаем, стоп, 231, допускаем. Так, вот так. 239 переборчик. 235. 232. Так, слышь, не гоняй. 237, 222. 288. Стоп, да, да. Отпускаем чуть-чуть. Просто отсадим. Можно, конечно, вот так доставить, но не будем. 228. Еще накручиваем. Еще чуть-чуть скручиваем. Отлично, этот барабан настроен. Теперь берем его и слушаем. Мне кажется, это замечательно. Далее у нас 16-й том. С ней, в общем-то, мы сейчас с вами проведем совершенно те же самые манипуляции. Сначала мы посмотрим, вот, какие значения ему необходимы. Так, 110 верхний, 145 нижний. Отлично. Давайте нацепим на него тембот. Очень низко. Очень низко. Так, пальцами еще раз проверим степень натяжения. Да, подкрутили все. Нажали еще дополнительно, что-то максимально. У нас все ровно. Ушло 18-й том. Вообще можно еще с тобой пальцами настроить. Такие там низкие значения. Очень хорошо. Переворачиваем его. Паша, ты как закончишь, скажи мне, чтобы я систему начал чекать. Да, конечно. Так, 145. Наш звукорежиссер ждет, пока я закончу. Вот его долго не произойдет. Так. 176 многовато. А нам нужно 145. Берем и точно так же по этой же степени все спускаем. Не боимся, как бы, и не ленимся делать. 145, 145. Отлично, он настроен. Слушаем его. Мне кажется, тут все очевидно. Все круто, все включено. Дальше переходим к бас-барабану. Многие вообще забивают, но бас-барабан не строится. Бас-барабан я строю банально 92-92. Это достаточно сильное натяжение, но с учетом... Скажи про пластик. Что за пластик подошел? Это офигительный пластик Evans Heavyweight. Один из самых толстых пластиков на бас-барабан в индустрии. Двойной. Оба слоя, из которых действительно толстые, крайне толстые. Между собой они не склеены. Однажды я такой пробил, у меня внешний слой потрескался. Но как бы на пластике можно было продолжать играть, в принципе. Вот, потому как внутренний я даже и не собирался. Так, здесь есть специальное демпферное кольцо. И вообще с этим пластиком можно даже ничего в бочку не класть. Она сразу же начинает звучать очень-очень жирно, с очень-очень жирным шлепком. А мы же именно этого от бочки и хотим, верно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, теперь... Переворачиваем. Потому что с он ботом я подружился сразу же. Как только он у меня появился. Так, смотрим, что у нас здесь. Наверняка здесь тоже. Все в таком же... Ой, 39. Все в таком же плачевном состоянии. Даже можно дальше не слушать. Берем и на полоборота вниз. Не сняюсь. Ой, ой, чуть не улетел. Поднимаем. Это, кстати, автограф Майка Тирана. Так, на секундочку. 92. Вот отлично. Не знаю, сколько прошло времени, но барабаны мы настроили. Осталось только... 14 минут 50 секунд. Малый барабан. 14 минут 15 секунд. Ну, при этом какие-то случаи. При этом, как мы настроили не только ударные, но и резонаторные пластики. И настроили их замечательно. Послушайте, как звучит тот же самый бас. Нормально. По-моему, весьма себе уверенно. Понятно, как мы сейчас слышим звук пустоты, пожар. При этом от така шлифов. Все это и есть. Более того, когда мы запихнем в нее большое полотенце в правильном углу. Правильным образом сложенное так, чтобы оно касалось ударного и резонаторного пластика. У нас исчезнет большая часть этого углу. И останется его ровно столько нужно, чтобы звукорежиссер его вытащил, чтобы у всех вот здесь вот качало. И шлипочек, разумеется, останется. Поэтому называть барабаном все вероятно. Теперь осталось подстроить мой малый барабан. Поэтому его неплохо бы... Снимся. Вот так. Я думаю. Редальку. Интересный, мне нравится PDP-концепт. Так, пат фланговский. Скотч всегда может пригодиться, чтобы подклеить гудящие резонаторы, которые так не любят звукорежиссера. Так. Ага. Это мой клад спат. Сейчас я его помещу обратно сюда. Он не очень симпатично выглядит. Ну, что вы думаете? Так, это мой малый барабан. Барканом. Вы его знаете наверху. Кажи, покажи нормально. Да, он прекрасен. Ай, цаца какая. Меня в каждом аэропорту останавливают, блин. Вот серьезно. И просят показать, потому что... Сейчас. Каждому аэропорту показывают. Точнее, просят, чтобы я его показал из пистолетов. Но с другой стороны, хорошо. Видите, как бы работает служба безопасности. Так, малый барабан. Я предпочитаю строить ударом в 299. Он у меня уже слегка подспустился. И, разумеется, первым нужно строить тот винт, который находится у вас рядом с левой рукой, с которой вы играете ремшот. Вот это очевидно, что он, как бы, расстраивается сильнее всего. Все замечательно звучит. Очень хороший, громкий барабан. Действительно звучит. Хороший шейдли просто. Да, да, звучит, как выстрелы из пистолета, собственно, какие я хотел. Большое спасибо ребятам из Argonum Drums. Очень кайфово звучит. Режиссеры его просто обожают. Великолепно звучит. Что ж, ну, в общем-то, могу сказать, что тюнбот гик мне более чем понравился. Единственное, что я не понял, почему действительно он такой же здоровый, как и предыдущий тюнбот. Из-за отсутствия, как бы, ну, как бы, наверняка слышал, что он подурезан в сравнении с обычным тюнботом. Да, это факт. Здесь нет функции фильтра. Вот, этого режима нет. Но, опять-таки, как вы видели, если соблюдать правильность натяжения, как бы, всего барабана, то есть подкручивать его равномерно, вот, он не будет вам врать. Потому что обычно, как бы, ну, вот эти вот кривые левые гармоники, они, ну, даже не гармоники, а, ну, частота, как бы, вот эта резонирующая, доминирующая, она, соответственно, появляется только если не совсем корректно у вас настроен сам пластик. То есть где-то есть вполне себе серьезная перегиба. Вот, а так, если вы все сделаете правильно, вот, будете крутить двумя ключами, потратите на это время, ваши барабаны всегда будут звучать замечательно. И тюнбот вам в этом поможет. Ну, и, разумеется, не забывайте пользоваться приложением, потому что приложение категорически, категорически важно. С вами был Павел Лохнин. Всем пока и удачи. Спасибо магазину Blastbit за то, что я им помогу. Ладно, все, рад, обращайтесь. Давайте, всем пока. Продолжение следует...